Приветствую, друзья! От путинского послания к федеральному собранию ждали, ну если не прорыва, то какого-то осмысленного высказывания. А он опять чижика скошил. Ну, о чем же в конце концов было выступление президента перед представителями всех ветвей власти? О чем этот фильм? Да ни о чем. Действительно, ни о чем. Хотя в реальности сказать-то надо было бы. Перед страной стоят по-настоящему серьезные проблемы. Например, экономика идет к чертям. Страна поставила мировой рекорд по избыточной смертности во время ковида. На международной арене репутация нашей власти близкая к Каддафи. Всех, кто этим недоволен, объявляют нежелательными или экстремистами. Любую несанкционированную активность запрещают. А по всей стране идут задержания и обыски, чтобы не допустить акцию в поддержку незаконной, несправедливо осужденного Алексея Навального, которого по явно политическим мотивам гнобят в колонии. И вот в такой ситуации Путин говорит, про что вы думаете? Про урожай. Один из рекордных урожаев в истории страны. Более 130 миллионов тонн. Мы видим Путина, полностью выпавшего из повестки реальности. Он действительно начинает напоминать туркмен-баши со своими наставлениями. Поэтому особое внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ведь без него как бы никто не подозревал, что нужно бороться за здоровье людей. А тут вот все сразу поняли. Впрочем, как Путин умеет организовать работу системы здравоохранения, мы знаем. Вот как он сам видит успехи по борьбе с эпидемией. Наряду с естественно большой тревогой, вот у меня лично была и твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания. Граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно. Сплотившись, мы смогли сработать на опережение, создать условия, снижающие риски заражения. А вот как его успехи выглядят в зеркале статистики. Конечно, нельзя сказать, что президент совсем уж не говорил о настоящих проблемах. Только и это он делал, скажем так, своеобразно. До сих пор немало нерешенных вопросов. Вообще я хочу напомнить, хотя такое вряд ли забудешь, что Путин единолично управляет страной с 1999 года. Сколько получается? 22 года? Тогда вопрос. А откуда взялись вот эти вот все нерешенные проблемы? Кто их не смог решить за 20 с лишним лет? Вот президент справедливо говорит о росте неравенства в стране. Мы понимаем, какой удар нанесла пандемия, эпидемия по благосостоянию людей. Знаем это просто по цифрам. Насколько сильно она обострила проблему социального неравенства, бедности. Действительно, важнейшая проблема России. А при чьем руководстве это неравенство так выросло? При кома, расслоение между бедными гражданами и богатыми друзьями президента стало уже совсем нетерпимым. Почему мы должны поверить, что человек, который 22 года это неравенство растил, вдруг начнет его искоренять? Путин настаивает, что это мировая проблема. Это вызов для всех стран мира. Для всех, имейте в виду, не только у нас это происходит. Вы знаете, как в мире борются с этим неравенством? Да просто меняют власть, при которой неравенство народу нетерпимо. А у нас власть меняться не собирается, поэтому и рассчитывать на снижение неравенства тоже не приходится. Еще Путин признает проблемы в демографии. Правда, по привычке пытается все свалить на глубокое прошлое, разве что не на печенегов. Совпали и наложились друг на друга последствия демографических ударов 40-х и 90-х годов прошлого века. Только вот мнение ученых на эту тему немножко другое. В плохой демографии сегодня уже виноваты не 40-е и не 90-е, а текущая ситуация. Низкая рождаемость напрямую зависит от уровня доходов. Да и рекордную смертность, которая в разы превышает показатели европейских стран, далеким прошлым уже не объяснишь. Путин во всех выступлениях традиционно много внимания уделяет обещаниям роста благосостояния граждан. Главное сейчас, конечно же, обеспечить рост реальных доходов граждан, восстановить его и обеспечить дальнейший рост. Добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью, как я уже сказал. То есть Путин обещает, обещает, а благосостояние не растет, не растет. И причина, в общем-то, понятна. Чтобы росли доходы людей, надо, чтобы росла экономика, а она с 2011 года идет темпами ниже мировых. Не растет экономика, не растут доходы, а с учетом коррупции, высоких военных расходов и плохого качества управления, доходы так и вовсе падают. И что с этим делать? Рецепт-то известен, менять власть на ту, что понимает в экономике, на ту, что будет меньше воровать и разбазаривать. В любом случае, надеяться, что Путин вдруг сменит свои приоритеты и вправду займется благосостоянием населения, не приходится. Вообще, путинское послание напоминало выступление руководителя какого-нибудь небольшого района, причем с провалами в памяти. Во-первых, масштаб проблем, который волнует руководителя крупнейшей страны, он просто смешон. На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества знания. Все мы о нем хорошо помним. Во-вторых, президент постоянно говорит про проблемы, которые возникли при нем. Но как-то забывает указать виновника и причины. Вот обещание бесплатно доставлять газ до границы участка. Сейчас немало российских семей живет в населенных пунктах, к которым уже подведены газовые сети. Но их дома доступа к газу до сих пор по непонятным для людей причинам не имеют. Вроде вот она труба, а газа в домохозяйстве нет. Ну, хорошо. Но разве «Газпром» у нас не государственная компания? Сколько лет «Газпром» возглавляет путинский друг Миллер? Сколько лет сам Путин у власти? Почему эту проблему обещают решить только сейчас? И ведь не сказать, что у «Газпрома» совсем не было денег. Хватало и на безумные трубопроводы, и на спонсирование футбольных клубов в Германии, и на дворцы руководству. А про бесплатный газ на границе участка только что сообразили? А сделают ли? Уверен, обещанного этой властью не три года ждать, а 33. Им-то спешить некуда, они обнулились. Или вот 10 миллиардов на ремонт педагогических вузов. Предлагаю в ближайшие два года дополнительно направить 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение наших педагогических вузов. Так это 10% от стоимости дворца Реттенберга. Ну, не дело это президента, с одной стороны, мелкие подачки раздавать, а с другой, а кто такой ситуации эти вузы довел? Не говоря уже о том, что на все вузы вместе собираются потратить копейки по сравнению с тем, сколько тратится, например, на сеченскую Роснефть. Путин обещает помочь регионам, попавшим в долговую ловушку. Прежде всего нужно снизить, что, ну понятно, губернаторы понимают, бремя долговых обязательств, бремя долгов. А кто, простите, последовательно отбирал у регионов все источники для самостоятельного финансирования? При каком президенте эти долги были накоплены? Или раньше помощь не могли себе позволить? Раньше мы такого себе позволить не могли. Проблема Путина в том, что он и есть проблема. Вот когда ты только приходишь к власти, ты можешь валить на предшественников, на проклятые 90-е, на наследие царизма. Но когда ты больше 20 лет у власти, эти отговорки уже не работают. Президент, который за 20 лет не справился с тем, чтобы наладить жизнь в стране, не справится и дальше, хоть за 5 лет, хоть за 15. Поэтому путинское послание выглядит как бесконечно повторяемая мантра, которая все меньше и меньше имеет отношение к действительности и выглядит как издевательство над гражданами. Вот только вчера выходит новость, что количество уезжающих из страны ученых выросло в 5 раз. А сегодня Путин убеждает нас, что наука имеет ключевое значение. Мы понимаем, что наука в современном мире имеет абсолютно ключевое значение. Мы-то это знаем. А вы, Владимир Владимирович, когда вспомнили? Или его рассуждение о сложностях по взысканию алиментов. Так и хочется напомнить, что когда работают суды и закон, когда работа есть у людей, то алименты не вопрос президента. Его работа, чтобы был нормальный суд, закон и доходы, с которых можно было бы содержать семью. Отдельно придется остановиться на такой чувствительной для многих семей теме, как взыскание алиментов. Просто, ну, это проблема, к сожалению, у нас в стране. Ну, а на фоне расследования, как чиновник на зарплате Владимир Путин обеспечил матери своей дочери долю в банке, недвижимости, яхту, весь этот пафос вообще смотрится издевательством. Выступление президента перед федеральным собранием – это слабое послание слабого президента, человека, на самом деле озабоченного лишь одним – сохранением личной власти. Поэтому вся политическая повестка Путина – это сохранение мифической стабильности, а на самом деле застоя и деградации. Это позволило нам вместе, это было очень важно, это не пустые слова, это имеет практическое значение. Вместе обеспечить устойчивость, стабильность государственной и политической системы России. Путин больше не актуален для страны. Сколько бы он ни говорил про развитие, это больше не работает. Но нам, безусловно, нужно идти вперед. Да, надо идти вперед. Но без Путина. Он и есть главное препятствие на этом пути. В своем послании президент хотел анонсировать несколько подачек перед выборами в Думу. В ту Думу, которая должна будет обеспечить продление его полномочий в 2024 году. Получилось-то наоборот. Антиагитация. Своим посланием Путин как бы говорит, вы же не хотите дальше видеть это тоскливое зрелище? Вы же не хотите, чтобы я каждый год повторял одни и те же обещания, которые никогда не выполняются? Вы же не хотите видеть, как я постепенно превращаюсь в Брежневый туркмен баши? Не хотим, конечно. А значит, ближайшее, что мы можем сделать, это ни одного голоса за кандидатов в Думу, которые поддерживают продление полномочий этого тоскливого оратора. Путин пересидел свое время. Нам пора двигаться дальше, но уже без него. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и включайте оповещения о выходе моих новых видео. Счастливого!